Ноябрь 2013 года, 20 лет спустя. Пенсионерка Лидия Яковлева до сих пор вспоминает, как поменяла нажитую трудом рубли на неведомый еще миру тенге. Копила я и накопила 5000. В то время машину можно было купить за 5000. Я работала за учебным заведением. И вдруг, и вдруг все пропало. И я получила за эти 5000, вот уже тенге я получила, 1000 с чем-то тенге. И все. Пропала моя машина, пропали накопления, пропало все. Все пропало. Эта малооптимистичная фраза тогда, похоже, жили многие казахстанцы. Перед художником Тимуром Сулейменовым в те дни стояла своя историческая задача миссия – нарисовать эту самую национальную валюту. Придумал спрятаться в больницу. В больнице мне дали, там, такой вот, ну, как-то пошептал, что я работаю над какими-то спецзаданиями у меня в больнице. Я и так чем-то болел. Ну, в общем, дали какую-то палату с двумя комнатками, там, с балконом на первом этаже. Так маленькая такая дощечка, там, калька, там, в общем, ну, что-то я сидел там, лоял. За эти два десятка лет тенге свой облик менял несколько раз. Экономист и национал-патриот Махтат Айжан – поклонник тенге первого выпуска. В нем, говорит, четче просматривалась казахская национальная идентичность. Новые купюры, безусловно, в технической точке нареканий не имеет. А вот дизайн подкачал. У нас, к сожалению, вот мы выбрали космополитичный такой дизайн, он абсолютно неприемлем. Голуби, зверюшки какие-то, байтерек. Вот байтерек что означает вообще? Что это за символ такой? Вот абсолютно на ровном месте придуманный. Рука чья-то. Зачем? Чья рука? Что она символизирует вообще? Бери больше денег, что ли? Больше воруй? Но эта рука, кажется, у того, у кого надо рука. Вот и финансовый эксперт Олжас Худайбергенов так считает. Тенге, как валюта, состоялась. Надо бы только курс дать рыночный. Если в 90-е годы динамика была слишком такая волатильная, то потом относительно стабильная динамика. За последние 12-13 лет курс относительно не сильно менялся. И сейчас тенге даже завышен по отношению к доллару. Где-то в два раза. То есть это 150 тенге – это слишком такой высокий курс. Если исходить из паритета, то он должен стоить 270-380 тенге за доллар. Впрочем, среди представителей старшего советского поколения нет-нет. Все еще встретишь таких, кто хочет обратно в знакомую рублевую зону. Плохо, трудно было менять. И при обмене потеряли много денег, не рублей. Так что завидовать нечего. И в данный момент тенге не нравится. Вот и день рождения на тенге. Между тем, по исследованиям специалистов, казахстанцы в подавляющей массе предпочитают держать накопления в идеологически чуждых североамериканских долларах. Конечно, это при том условии, что если есть, что держать.